если к вам приехал ваш мини пк и при этом при включении монитора при подключении питания он автоматически запускается но на экран ничего не выводит не спешите выключать что-то клац и так далее дайте ему до 5 минут рассказываю в чем ситуация если на фабрике ему обновили биос но при этом после этого не включили не подождали пока все запустится то обновление биоса занимает вернее старт после обновления биоса может занимать до 5 минут например на моем gk 3w j4125 старт после обновления биоса занимает порядка 40 секунд подождите 5 минут если все-таки вы захотите прошить bios сюда то вам понадобится второй пк на котором вы сможете запустить винду прошить вот этот usb drive и сюда записать программное обеспечение но самое главное найти правильное программное обеспечение на форуме mini pc union я нашел прошивочку для своего мини пк скачал ее разархивировал вот она у меня в разархивированном виде и здесь вот показываю gk1 v26c именно это написано у меня на плате но я перед этим конечно завалил свой мини пока потому что зашил туда 24 версию и не стал ждать хотя бы пару минут чтобы чтобы она запустилась я сразу начал паниковать а не надо было паниковать надо было чуть-чуть подождать также для этой операции вам понадобится еще и usb flash drive причем отформатировать его нужно fat32 форматируем после форматирования просто копируем файлики на флешку больше ничего делать не надо на этой избежки теперь есть папочка эфи это загрузочная папка оттуда непосредственно грузится аналог операционной системы fptx 64 эфи это файлик который занимается прошивкой вашего биоса непосредственно бинарник для вашего биоса и стартап нсх инструкция тоже в принципе есть стартап нсх смотрим что в нем а в нем будет указано что сразу же после загрузки через 5 секунд у вас запустится прошивка вашего биоса вот этим файлом поэтому ну скажем так не запускайте если вы не уверены что биос вам подходит юсб flash drive клавиатура монитор и включаем питание и нажимаем сразу же на кнопочку дел если все-таки машинка у вас запускается то биосе вы найдете свою версию project version gk1 v26c от 19 10 21 года при старте нажимая кнопочку f7 вы вызываете меню откуда загружаться и указываете откуда загружаться вашему мини пока в данном случае выбираем нашу флешечку которая называется вот таким вот образом у эфи 1100 partition 1 через 5 секунд начнется флеширование прошивка биоса завершена теперь можно нажать три кнопки к control alt dell для того чтобы перезапустить ваш мини пока 50 секунд почти прошло нажимаем кнопочку дел машинка запустилась после прошивки вам надо будет зайти в secure boot выбрать режим кастом и посмотреть что делается с ключами вас ключики все будут обнулины поэтому вам нужно восстановить ключи но я выключаю secure boot он мне не нужен еще здесь есть такая замечательная опция называется auto power после пропадания питания ваш аппарат будет включаться поэтому сейчас я включаю power он так как он не используется под холм ассистент ну и все сохраняемся выходим сдаю вам рецепт как превратить свой мини пока в кирпич берете в интернете левую флешку прошиваете левой флешкой ваш bios и получаете гарантированный кирпич вот это вот циферки которая написана не надо на них смотреть гк 1 версия 26 можете сюда залить 24 версию гарантированный кирпич и потом чтобы его восстановить вам придется поработать немножко с вот этой флешечкой это флешка от гига девайс gt25 lb64 c 64 мегабита интерфейс spi корпусы vsop 8 8 ножек с оп корпус 208 мил и вот для того чтобы прошить эту флешку вам понадобится вот такое устройство сейч 341 а вчера получил грязная засорта просто ужас эта штука шьет двадцать пятую серию микросхем а в основном это bios спи и и двадцать четвертую серию и промок работает это устройство в двух режимах 1 2 вот перемычка на 1 2 она работает как программатор 2 3 как юсб юарт но нужно понимать что уровне 5 вольтовые на юсб юарт вот вы видите выходы txd rxd земля и 5 вольт и по моему только 5 вольтовая логика поэтому тоже нужно учитывать если вы захотите что-то прошить а вот spi интерфейс если вам надо будет что-то прошить через спи интерфейс можно воспользоваться in spi интерфейсом есть площадочка для того чтобы припаивать микросхемы и есть вот такая вот кроватка для того чтобы сюда поставить deep корпусе микросхемы и прошить питание 3 и 3 вольта 5 вольт подается с юсб шки но у этой микросхемы именно у этой микросхемы питание 1 и 8 вольт поэтому вам понадобится еще и адаптер на 1 и 8 вольта для этой микросхемы и кроме того есть прищепка специальная которая сюда все крепится а есть вот такая вот кроватка под 208 мил вот от 200 до 208 мил соп 8 сокет и в принципе можно выпаять эту микросхему поставить сюда и прошить я не покупал прищепку и наверное очень зря причем набор на алиэкспресс стоит порядка семи долларов я рекомендую если вы балуетесь вообще материнскими платами то сразу купить полный набор вместе с прищепками ну и можно вместе с кроваткой на всякий случай прищепка можно прошивать не выпаивая микросхему поэтому мы сейчас будем выпаивать микросхему и все это дело соединять в кучку обязательно вам понадобится для этой штуки драйвер именно драйвер для программатора не просто все и 440 а именно для программатора в комплекте с этим программатором также еще идет вот такая вот площадочка на которой вы можете просто положить микросхемку прижать ее прищепкой либо припаять ну как бы она для того чтобы припаивать такая площадка ну несколько пропая 5 6 10 и думаю выдержать а потом ей будет гайки поэтому покупаете сразу кроватку 7 долларов за вот этот вот набор плюс прищепка это шара но удалось почти аккуратно выпаять микросхему конечно все таки обычным паяльником я думаю это было бы гораздо проще пошли программировать на самом программаторе у вас будет еще подсказочка куда что ставится вот ключ ключ смотрит в сторону рукоятки как и 24 таки для 25 серии 25 серия ставится в нижнюю часть программатора 24 ставится верхнюю часть программатора на адаптере 1 и 8 тоже видите в маркировку от 1 4 8 5 это все устанавливается в нижнюю часть программатора все установили и закрываем кроватка устанавливается в верхнюю часть этой колодки адаптера 1 и 8 вот маркировка 1.4, ну и сюда устанавливаем 1.4, все закрепляем нажимаем на колодку, бросаем сюда микросхему, ну вроде подошло по размеру, подошло, все микросхема надежна в колодке поключаем у меня есть чудесный эриковский переходник для этого, я втыкаю все это дело в USB, и у нас должен загореться светодиодик Power, вот светодиодик Power загорелся если у вас драйвера не установлены, то появится у вас именно для CH341 программатора, то у вас появится вот такое сообщение, неизвестный девайс и сам программатор будет писать что статус девайса не подключен для того, чтобы эту ошибку исправить, вам нужно будет зайти в драйвера и установить драйвер для CH341 программатора, не путайте пожалуйста, это CH340 USB2TL, драйвер установлен и у вас появилось вот такое устройство, EUSB EPP I2C CH341A и теперь программатор пишет Device State Connected эта программа по идее должна сама определять, какую может сама определять, какую микросхему шить, не всегда определяет поэтому мы выбираем тип 25 SPI Flash производителя GigaDevice и выбираем микросхему похожую на ту, которую стоит у нас стоит, я напоминаю 25LB64C мы выбираем 25 Q64C и делаем чтение но я вижу, что что-то читалось это как раз та неверная прошивка которая мне абсолютно не нужна делаем стирание чипа это довольно быстрый процесс и после этого делаем проверку вот, проверка на то, что он пустой ура! чип пустой и мы в него можем заливать уже нашу прошивочку от версии 26C выбираем наш файл и записать где-то записать программ, программировать после прошивки обязательно сделайте проверку ну что ж теперь запаиваем мы все это дело обратно на материнскую плату и смотрим работает ли наш мини-пк или не работает если вдруг вы будете прошивать вот эту вот флешечку с помощью прищепки то вам по-любому нужно будет сначала отключить батарейку и только потом ее прошивать но я в принципе в любом случае рекомендую в первую очередь отключить вот эту батареечку вот эту а потом только что там какие-то манипуляции делать если вам нужно будет сбросить флеш ну мало ли что какие-то пароль забыли или еще чего-то вот здесь два контакта зажимаете ждете 10 секунд и все ваша флешка сброшена сейчас в принципе можно уже питание сюда подключать еще один важный момент который я нигде не видел в принципе в описании что после прошивки Билоса вам нужно будет включить машину вентилятор у вас будет крутиться но вам надо будет подождать от 1 до 5 минут и только потом у вас должно появиться изображение на экране но я сделал сброс флешки и сейчас в принципе мы сможем посмотреть как оно все работает ну вот вентилятор запустился он может работать и работать долго клавиатура подключена но сейчас посмотрим что у нас появилось во флешке и вот наконец-то через минуту запустился биос и смотрим что здесь изменилось ну как видите дата и время абсолютно другие они сбросились это вполне нормально секьюр ничего никакого меню я не вижу чтобы добавилось что есть очень плохо а надо было идея перезаривать биос мне пришла потому что я попытался в виртуальную машину в проксмосе добавить PCI устройство которое именно видеокарточка что я не делал какие инструкции не смотрел не получается вообще никак посылают куда подальше ну мало ли что может втд вырублено поэтому пришла идея перезаписать биос и вот на мини PCI union на форуме я нашел вот такой вот нужен биос для ГК3В4D почти моя версия почти мой мой объем памяти ну думаю зашибись дата 23 июня 23 года вообще классно у меня машинка еще январьская и вот это вот версия ГК1 В24 ВС3 кто ж его знал что версия должна соответствовать плате хотя честно скажу сейчас я уже думаю что нужно было подождать после заливки этой штуки одну минуту или пару минут чтобы понять вообще может быть запустилась бы с этой версией не удивлюсь через 20 минут после того как я грохнул свой мини ПК на форуме мини PC union я нахожу тему апгрейд это Windows 11 и здесь че и здесь BIOS В26B классно еще чуть ниже оказывается есть версия В25 а на третьей страничке в этой же теме я нахожу свою версию ГК1 В26C к тому времени у меня уже ПК был разобран и я увидел на плате вот эту надпись ГК1 В26C еще была идея с помощью программки MBCP посмотреть какие функции заблокированы в сетапе что не показывается ну и изменить на показыватель я смотрю что Advanced в этой прошивочке есть а он нифига не ест ничего не показывается чипсет не показывается фьючер не показывается и вот как изменять прошивки но я думаю поковыряюсь еще и с этим вопросом тоже я очень благодарен вам за финансовую поддержку канала а также за лайки и за комментарии которые вы пишете я и так же надеюсь что кто-то найдется человек который все-таки у которого есть опыт модификации биоса чтобы пооткрывать недостающие менюшки и посмотреть вообще что там поэтому пишите комментарии спасибо вам огромное на сегодня все пока-пока пока-пока Продолжение следует...